Этот хоккейный сезон саровчане запомнят надолго. Волнение за команды, азарт во время игр, гордость за победы и, наконец-то, радость за полученные награды. В проведении хоккейных матчей принимало участие множество организаций, в том числе и Канал-16, который транслировал игры. Хочется сказать, что это благодарность больше, наверное, не мне лично, а всему коллективу Канал-16, которые стойко, каждые выходные через две недели организовывали прямые трансляции для наших горожан, тех, кто не мог попасть в Ледовый дворец. В этом сезоне хоккейный клуб Саров стал победителем чемпионата Нижегородской области в высшей лиге. Саровчане долго и упорно шли к этой победе, получали бронзовые места в прошлых годах. И, наконец-то, награда нашла своих героев. Серия плей-офф и с Лыскова, и с Таншаева были как бы на грани. Немножко где-то нам хоккейный бог помог, я повторюсь, уже говорил неоднократно. Где-то ребята больше хотели, где-то больше старались. Я думаю, что мы это заслужили. Михаил Румынин – тренер команды Саров. Два игрок сборной СРФТИ и хоккейного клуба Саров. На награждении в молодежном центре спортсмен получил все три медали. За третье место в первенстве Нижегородской области первой лиги, за второе место в первенстве среди студентов и за первое место в чемпионате высшей лиги. Меня уже с детства привели в хоккей. То есть, мотивация была. Нравится забивать голы, побеждать. Победы – это в первую очередь очень такой эмоциональный фон, что побеждать всегда приятно. Впереди у хоккеистов отпуск. Команды будут готовиться к следующему сезону. У Лена Скородумова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.